реальные насколько это вообще дойдет до этих боев пока трудно сказать интересно посмотреть просто на возвращение каков он будет сегодня большой высокие 2 метра 6 сантиметров 125 килограмм 400 граммов такой был вес на взвес да и конечно вот все его громкие заявления и неоднозначные заявления они всегда привлекают внимание нот одно из них было то что он собирался прям сразу выходить сейчас на джошуа но промоутер сказал что нет на джошуа у тебя не выпустим то есть в общем-то да ладно дайте мне его я его же не но потом сам уже зовет что ему надо еще несколько боев провести чтобы попытаться отобрать пояса у джошуа публика пришла на шоу ну и фьюри это шоу умеет давать до чем здесь вопрос насколько кстати вот хорошо ему получится работать в его нынешнем весе потому что это один из самых тяжелых весов которых он сейчас находится потому что он в 2014 весил там 124 килограмма но фьюри все таки работает от скорости от перемещений хороших и поэтому здесь в общем то вес ему может наоборот сыграть не на руку потому что но все таки вот таким мощным на культуром фьюри не является однозначно хотя у него процент нокаутов весьма весьма неплохой вот на ваших экранах вы увидеть ну и обратите внимание на разницу в возрасте друзья не только это будет разница в габаритах разница в мощи бочки разница в возрасте а потому что если на 10 лет серии не знали да и до этого ничего не слышали то он просто парень молодой еще вот тридцать девять лет всего он только вот боксе начинает свой путь потому что если честно и вот вряд ли кто-то слышал наверное с эфири нет слышали почему на европейском ринге выступает давно у него были определенные достижения не забываем что 23 победы 21 нокаутом да да при этом зайти что я скажу вот кроме тайсона фьюри у него был только один соперник без поражений но это был дебютант еще прошлом году он дрался на категорию ниже теперь сразу против такого огромного соперника да и надо отметить что 95 и 3 это в общем-то тот вес который обычно бойцы первых тяжелых весом убирают после же конечно ну что ж сначала время достало время представления тайсона фильме как его сейчас публика будет встречать вы увидите и услышите как нам перечисляют все достижения и прозвище у него антилл отдел которая он дар холлиф с этим надо отметить что на открытой тренировке что на взвешивание было как расслабленного веселая атмосфера и фьюри там безусловно по иронизировал над своим соперником да и дал его на руки это на взвешивание было да подошел к нему на несколько ударов там показал что будет как у него работаете но в общем-то сели сразу понимаю что это чисто шоу или сам улыбался достаточно тепло взаимодействовал с тайсеном фьюри в общем то да я думаю что сибири вряд ли рассчитывает на серьезную победу в этом но посмотрим и медленно разорвачиваются тайсон фьюри все продумано каждое движение возвращение тайсона фьюри еще недавно бывшего чемпиона мира по трем версиям спустя два с половиной года он снова в ринге обратите внимание на физическую форму англичане лишний вес потеря атлетизма во многом но это все может быть очень обманчиво посетка в принципе неплохой все хорошие довольно быстро для вот этих габаритов расчетливых хитрый и так первый раунд ну и да здесь надо смотреть насколько заржавел фьюри этим и было чего ну да и здесь конечно не без шоу обойдется сразу же издалека начинает с эфири пока близко даже не думает подходить и пытается понять что же делать этим гигантом юри тогда когда дрался с кучков он удивил многих удивил тем что он выбрасывал огромное количество ударов для супертяжа бил под разными углами хорошо удивил скоростью а потом наглостью помнить когда руки убралась до бросается здесь сейчас ученики реже проблем не составляет асинфире просто уперся он в копирующими похоже что лет сейчас когда вот язык и заказывал было ощущение что зинкопа нету а может и нет не допустили бы ну вот на чудо сражения бой хоть и не носит статус выставочного но и здесь многим понятно все но вот и сэкфири тоже принимают условия этой игры дали что в общем-то друзья они до заявляли о том что здесь будет серьезные важные дали заявлять много чего могли но усики бой сенсионирована то что он посадит кого хороший быстрый джет выбросил фиры ну да в общем-то за первый раунд ударов ты не так много мы увидели больше баравады больше игры но на сэкфири просто достать голову соперника будет очень сложно и сообщение нереально до утопия для фире пока все общем-то удобно в эфире ведь не просто так вышел он действительно гонял вес но не только тренировался он спарринговал бревна таскал показывал всем своем инстаграме работает но входа здесь бы сэкфири тоже принимает правила игры но первый раунд практически безударный посмотрим как будет дальше второй раунд второй раунд представление при этом даже фьюри в углу пытались рекомендовать как ему действовать против соперника хотя надо отметить что соперник пока сам ничего особо не показал кроме смещения назад и в сторону и потенциально разброситься вперед не застрял подмышку интересно в тюре всегда атакует он в предыдущих боях также делал он делает такой рывок небольшой просто дергает и дальше пробивает бюджетом на этом уровне да вот так вот сигнализировать сопернику что-то будешь атаковать но это возможность давать невероятное количество возможностей еще раз да вот повторюсь просчитывать ну пока хорошо сейчас провалил в сторону провалил и ударил боковым сейчас пропустил за спиной сифири сифири только до весна только приветствую ограничивается достал сколько я уже не я сейчас вот которые вели прав конечно лето бокса летом анекдот как это не самый приличный жест к сифири показал поэтому сейчас вспомнит вообще что нужно боксировать еще что он соперник это может даже и ударить если захочет если конечно вот изначально не договаривались станет вам ни о чем не договаривались просто все прекрасно понимают что это во-первых классе в габаритах в опыте во всем чем угодно учить 5-й угол сифири и цифры каких бы не был раз тренированным после перерыва юрина сифири конечно ему не соперник не ровно скажем так просто даже достать у уроженца македонии проживающего в швейцарии мы по национальности арбанца сифири не получаются на фьюри прилипает уже ударю по зацелки бить ну да поплюху отвесим и там какая-то серьезная заварушка за рингом я так понимаю что драка да и бойцы пока остановились так даже отвлекают внимание там в общем-то что-то более даже серьезное происходит чем в ринге какие-то разборки да причем даже драка в самых дорогих местах надо отметить когда вселенная начинает говорить непонятно чем была вызвана вот эта спуска агрессии в зале который довела до до дню там дальше продолжается какая-то толкать не ну там дальше но у нас продолжается бой не будем отвлекаться ну в общем-то публике двойное развлечение и здесь дерутся и там дерутся здесь могут по еще поиграть друг другом на куда надо устроить и там все посерьезно да параллельный бок наш редактор это новый вид спорта кстати может вот тайсон фьюри забрести как он начинает выбрасывать удары и начинать вкладываться в них между прочим цифры спасается кринчи обнимает не объятную талию ну пытается правда справа достать вот раз за разом в обвод руки то есть если уже перейти на более серьезное настроение здесь цифре все-таки не сдает бой в одну калитку то есть понятен пока еще ничего не делал рейдера но сада он не развернулся на полную как можно даже начать только и пока то что он даже делает пытаясь сделать в атаке это не будет отбить неубедительно ну это дергание ну подергал подергал да и с отчетчике убежал может быть еще отвлекается тайсон с высоты роста там что происходит он парень любопытный вот цифре да вроде как было длинные удары но удары далеко не мощные то есть не те на каутерские на колено после того как вся масса тайсона фьюри поиск на все мощные корон крузер но для крузера вышел драться 3 2 шуток по вот 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 теперь на образе наконец силовой удар фьюри но на этом пока все закончилось цифре решил повязаться в клич вот еще один хорошая справа прямой сверху вниз ничего получать вот то что демонстрирует час фури куда ему до джошуа кубану для других пока это дистанция огромного размера и чтобы выйти на тот уровень драться с чемпионами мира с вайлдером да тоже он хочет подойти мне но я возьму все пояса соберу их но сколько на это время причем в углу у фьюри все довольно серьезно они не поддерживают у того веселья которого демонстрируют в ринге хотя в предыдущем раунде уже фьюри попытался действия посерьезнее чуть-чуть мы видели несколько хороших атак его исполнению ну хороших на сегодняшний день один неплохой обводящий боковой апперкот пробил довольно точно фьюри но все эти удары были не сокрушительно и сокрушающие да и пока они не очень таки точные фьюри такой еще нижней зиму как пристреливается и понимает куда двигается соперник как самому работать то что до спарринги это одно которых я думаю что фьюри все-таки провел мне на него любые условно даже выкладывать в россии серьезно до подходил к подготовке но обои это абсолютно другое все это другая работа другая атмосфера спрятался будто в раковину сейчас с эфири как только фьюри к нему дернулся и уже было на колени не посадила банца пытается через руку боковыми ударами цифре достать голову юри но пока не удается из этих юрий вот не составляет большого труда сейчас сокращать дистанцию и подходить сопернику ранее ручной вспоминает нагреть вообще да вот такие вещи не забывают смотря что делать ну кстати вот цифре сейчас уже начинают прятаться откровенно ну потому что эти удары от удару начинает чувствовать они тяжелые довольно показывая на свой подбородок фьюри приглашает соперника попробовать туда пробить ну издалека получается все у британцев интересную технику прихватился за канат достал слегка не буша назад снизу подцепил фьюри подбородок своего оппонента и на этом раунд завершён так толкаясь побежал вперед циферия но в общем-то он кроме этого ничего другого и не делал ну на сороком году жизни получить право на этот бой на эту аудиторию огромную которая подписалась и купила этот поединок это сифре уже достижение фьюри кстати достаточно свеж надо отметить а чё вы не мечтали ну вот отсутствие практики здесь так вот на во вторых видно что немножко с нарушением правил все-таки фьюри действовал и не то есть плечем поддавил смотрите эти грустные глаза у тренера там не были цифера сфере и сейчас тоже что там отказ 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 до сафель решил больше ну там была парочка таких настоящих ударов сошлется на травмой руки или ноги давайте делать так одним словом ни одного ответа хотя проще которую у нас были до боя мы не получили да то есть и фьюри ничего не показал циферитом и ничего и в общем-то я не ждал не ждали до яркого выдающегося фьюри хотелось все-таки посмотреть подольше что теперь кто у него будет следующим соперником на того какому на остановит свой выбор потому что он сказал до боя чемпионом а это будет скорее всего джошуа как он говорит ему надо провести еще примерно три боя да при этом но если все соперники вот такие как сегодняшний это можно защитить же один бы просто нет но это просто не на пользу будет ему так ну но вверху первое надо сбросить еще довольно много килограммов его надо прибавить в отлетись бы надо начать тренироваться по-настоящему готов ли он к этому после такой длинной паузы одним словом вопрос нужно и мой его выглядел еще мотивация работать потому что вот кстати во всех своих обсуждениях да и во всех там потенциальных чемпионских поединков понятное дело он сейчас стремится к тем полновесным титулом на которые у него были но вот он с этим ни разу поэтки на не упоминает своих речах потому что он говорит только чемпион хотя кто владеет дай сайка вот тех кого есть полновесный титул ну после возвращения первый бой победа ввиду отказа соперника позируют вот он но это то чем он занимался на протяжении практически всего этого поединка в основе только позировал хотя мы дома и диняты по плюхи по сопернику нанес этот скалтану его продолжать все это дело не хочет но публика недовольна да вот слышим и что же недовольно не хотели посмотреть бокс бокс они чистое шоу не получилось и здесь вопросов то правильно больше чем ответ какой он сейчас тайсон юрий насколько он опасен и грозен в этом весовом дивизиона чем соперниками которые ну серьезно серьезно и которые не вступают у него по вашему счету габаритах вот что стану слушаем ввиду отказа соперника по-прежнему непобедимы тайсон фьюри ганский король можно его с этим поздравить благодарит своего возрастного соперника ну чтож подождем когда юрий снова поднимется время и кто будет его соперником и вообще увидим раньше чем через два половины года все-таки хотелось бы да но он планировал как говорил провести до конца года этого года как минимум три поединка